Продолжаем вечерний канал Прима. Я напоминаю о том, что мы сегодня в прямом эфире в честь Дня защиты детей работаем из сквера Сурикова. И, конечно, основные темы наших эфиров это так или иначе связаны с детьми. Рядом со мной уже моя новая гостья. Это Наталья Мальчикова, организатор семейных туров Мамс Базар. Наталья, добрый вечер. Здравствуйте. Поговорить с вами хочу именно о путешествиях с детьми. Потому что есть вот такая гипотеза, скажем так, что на детях там свободная жизнь родителей заканчивается. Что если они раньше путешествовали, то теперь они не могут. Если они раньше ходили в походы, то теперь они этого не могут. Если они там катались на каких-то скейтбордах или роликах, то теперь это все невозможно. Но я по своему опыту, как отец пятилетки, знаю, что все гораздо лучше с этим обстоит. И поэтому говорить о том, что вот прям совсем с детьми ничего нельзя делать, сидеть дома или ходить на детскую площадку, вот и все. Давайте развенчивать эти мифы вместе. Я предоставляю вам слово, потому что знаю, что вы-то как раз специалист в том, чтобы попутешествовать с ребенком. Ну вообще я хочу с вами согласиться, что куда поехать с ребенком зависит от степени авантюризма родителей. Можно поехать хоть куда. Ну по большому счету, главное встроить ребенка в свой триум. Но если про популярные направления, то это Алтай, Байкал, Халкасия, как недалеко, и Красноярский край из нашего региона. Мы сейчас с вами говорим об каком-то отдыхе дикарем, так называемом, или все-таки здесь уже присутствует минимальный комфорт? Можно ехать дикарем, просто своей семьей, семью все организовать. Можно ехать в турами, организованно, с более повышенным комфортом. То есть как вам больше нравится. Потому что все любят отдыхать по-разному, ну то есть кому какой отдых ближе. Ну есть же просто вот этот еще небольшой промежуток, когда ребенок действительно нуждается там в уходе, да, то есть в какой-то теплой воде, в каком-то тихом помещении, да, уже условно в палатку его. Если ты не совсем уже турист-турист-родитель, не положишь. И я так понимаю, вы как раз вот организацией таких туров занимаетесь. Что ближайшее планируете, куда везти наших семей? У нас на лето все, вот то, что я перечислено, все запланировано. То есть будет Байкал, это остров Ольхон, это такой расслабленный отдых, когда ты приехал, вот у тебя база, вот ты здесь находишься, теплая вода, кроватка, помещение, все есть. При этом же здесь же озеро, в котором можно покупаться. Это кормление чаек вечернее, вот такое вот развлечение. Там есть афаларские олени, очень прекрасные, то есть любят и дети, и взрослые. Вот, и при этом, говорю, пляж, то есть никуда не нужно бежать, ты можешь спокойно побыть с ребенком, можешь пойти на экскурсию с группы и вот там отдохнуть. Вот, будет Алтай. Алтай это все-таки для тех, кто готов много ездить, чтобы много увидеть. Это такое путешествие, когда ты по бесконечно красивой дороге едешь, ребенок твой, соответственно, тоже должен, ну, мощь ехать, да, чтобы минимальный дискомфорт это доставляло. Уметь принимать вот эту внешнюю красоту за окном. Да, не столько внешнюю красоту, сколько, чтобы ему физически было комфортно, потому что такие переезды большие. Очень часто вот именно в таких вот путешествиях, когда ты едешь, у тебя много времени пообщаться с ребенком. То есть это тоже очень сильно сближает. То есть какие-то новые игры придумываются на ходу, ты как-то с ним, ну, ближе становишься, потому что дома все равно все в заботах там как-то вот так. Ну, плюс садик, школа, где-то утром отправил, вечером вернулся, как дела в школе, нормально, и на этом все. Да, вот покушали, спали, а здесь ты едешь дороги, тебе красиво, ты как взрослый смотришь на вот эти горы, на все, ребенок тоже смотрит, и при этом вы еще общаетесь. А как быть тем, кто без машины? Мы ездим в организованные туры, нас встречают, сажают в машину, в автобус какой-то, и, собственно, едут. Если ты едешь сам, то это вот на машине. Соответственно, тебе нужно продумать маршрут, где ты заправишь бензин, потому что, ну, там не так все благоустроено, как хотелось бы. А когда ты едешь туром, о тебе позаботились, ты просто пришел, общаешься с ребенком, едешь, ну, и наслаждаешься природой, погодой и всем вот таким. Я думаю, что немаловажно еще напомнить нашим зрителям, и, может быть, мне в том числе, о том, что мне нужно не забыть с собой в такое путешествие. Давайте вот про автомобильное и начнем. Ну, допустим, вот я, отец пятилетки, что мне нужно не забыть, что положить с собой обязательно в багажник или в походный рюкзак, чтобы с вами поехать? Ну, основное, что вот прям без чего не нужно ехать, это какие-то средства медицинские. Ну, потому что дети побежали. Минимальная аптечка. Да, минимальная аптечка. Побежали, упали, ударились ссадина, что-то как-то обработать. Много бегали, ну, перегрелись на солнце, поднялась температура. То есть, чтобы вот минимальную какую-то медицинскую первую помощь можно было оказать. Это вот то, что в любое путешествие, неважно, туром, не туром, это все нужно с собой, ну, как бы какой-то брать такой набор. Еще очень хорошо взять какие-то развлекушечки, рисование, новая игрушечка, что-то вот такое, чем можно занять ребенка, пока мы едем. Ну, то есть, пока мы находимся на этом воздушной, чтобы на ней играть. Ну, собственно, и все. Хорошее настроение. Вещей на всю жизнь побольше. И на снег, и на жару. Да, ну, часто, да. Если едем в горы, там бывает, что действительно ты везешь шорты, курт, кофту, вот это вот все, и, как бы, ну, возможно, все и пригодится даже. Помимо развлечений, одежды и медицины, какие-то, может быть, перекусы? Ну, в целом, это все предусматривается, да. То есть, если есть какое-то там супер-желание или что-то, мороженку захотелось, всегда можно куда-то заехать, ну, и приобрести. Потому что все-таки не настолько дикий отдых, вот, допустим, Алтай-Байкал. Это не какие-то там трипы, когда вы с рюкзаком на 20 дней ушли, и ребенок с вами ничего вокруг нет. Это все-таки очень экстремально. Экспедиция. Да, такое, да. То есть, так мы и пока не делали, ждем, пока немножко подрастут дети. Ну, планируете? Ну, конечно. Я думаю, что да, все к тому идет. Так. Вот, а так, да, ну, возможно, какой-то вот перекус, если там какие-то есть запросы, там, что я ем только такие печеньки, а не такие другие, и вы про это знаете, как хорошее тесто, вам лучше, да, позаботиться и взять это с собой. Побольше конкретного вида печенья. Побольше, да. И даже те, которые уже знают, что зайчик это мама, они так радуются, как будто действительно зайчик принес, это вот такое, в общем, они идти хотят и искать хотят, и такие впечатления остаются. Новые впечатления, новые эмоции, в том числе для детей продумываются. Ну, да, да, это обязательно. У нас буквально пара минут остается, хочу спросить про немного другое направление. Сейчас очень модные школьные лагеря и лагеря там туристические, там дети даже, может быть, на море куда-то уезжают. Вот в такой чемодан к 10, 12, там 14-летнему ребенку, подростку, что продуманный родитель, как мы с вами, должны положить? Ну, вот все, что было перечислено нами, да, то есть, ну, и, соответственно... Давайте проговаривать, потому что это действительно очень важно, может быть, кто-то прямо сейчас собирается. Медицинская аптечка, то есть именно с учетом того, куда вы едете, там, на море, значит, там какие-то вот, какие нюансы. Любимое развлечение, там, ручка, тетрадка, раскрасочки, все это. Телефон, чтобы быть, ну, все равно, как бы, на контроле, на связи. Ну, да, сейчас со связью полегче, когда мы ездили. И, собственно, и все. Ограничений никаких нет? Не слышали про такое? Ну, там, в некоторые, там, в школьные лагеря, например, нельзя, я знаю просто о том, что плюшевую игрушку с собой брать. А вот ребенок любит с ней спать, а вот говорят, что нельзя, там, ну, по каким-то медицинским, там, или другим ограничениям. У нас просто вот те туры, которые мы возим, мы все-таки едем с родителем. И здесь, как бы, ответственность за ребенка все-таки на родителей. Если узнать, что его ребенку нельзя с игрушкой, то он, соответственно, игрушку не берет. Если можно, то, то есть мы, как бы, ну, никак не ограничиваем. Вот. Вот. Если едет в лагерь, более подрощенный ребенок взрослый, тогда там какие-то свои правила, которые, ну, вам, как родителю скажут. То, соответственно, ну, с этими правилами мы собираем чемодан. Нужно ли установить какие-то правила для ребенка в том числе, когда уезжаешь? У нас буквально минутка, ну, там, я не знаю, созваниваться каждый день, там, перед отбоем. Или еще какие-то штуки. Вы как опытный человек, опытная мама. У меня пока маленький ребенок. И поэтому я вот своего опыта здесь ничего не могу сказать. Но я думаю, тоже все зависит от семьи. Может быть, какие-то штучки, фишечки слышали какие-то? Как у вас принято? Я вот знаю такую фишечку, что устанавливают штучку, чтобы контролировать даже на расстоянии по телефону, где находится. То есть вот, ну, на всякий случай. То есть доверяя ребенку, но все равно немножечко его проверили. Ну, конечно, да. Чтобы если что, ты посмотрел, что твой ребенок точно в лагере, и все у него хорошо. Ну, а так... Спокойствие всем людям. Да, да, всем отдыхать. И ребенку, и родителям пока ребенок в лагере. Наталья Мальчикова, организатор семейных туров «Мамс Базар» была в гостях у вечернего канала «Прима». Большое спасибо, что так классно и подробно нам обо всем рассказали.